Как же похорошел Майнкрафт в 2035 году. А если серьезно, то это ремейк гайда о том, как импортировать ваш мир Майнкрафта в движок Unreal Engine 5. Дорогие подписчики... С момента прошлого видео мой канал смог вырасти до 250 подписчиков. Спасибо вам за это. И я, конечно, ни на что не намекаю, на самом деле довольно жирно намекаю. Буду рад вашей подписке, если этот гайд будет вам полезен. Спасибо, не буду медлить и, пожалуй, начнем. Для начала вам нужно будет установить Unreal Engine 5, что логично, и скачать программу MineWays. Ссылка в описании. Открываем вкладку File, Open World, Find Your World, ищите свой мир и открывайте файл level.det. Левой кнопкой мыши вы можете перемещаться по миру. Ищите нужную вам местность и выделяйте с помощью правой кнопки мыши территорию. Просто нажмите «Да», трогая ползунки сверху, вы можете выбрать высоту и глубину участка. Ну а открывайте вкладку File и жмете Export for Rendering. Сохраните файл в нужную вам папку. В этом окне мы должны убедиться, что у нас выбран Export All Textures Tool 3 Large Mosaic Images. Из Textured Output убираете RGB, чтобы меньше файлов было, и ставите галочку на Makeup Objects. Кстати, здесь вы можете нажать Export Individual Block, если вы хотите, чтобы каждый блок стал отдельным объектом. Ну тогда ваш компьютер скорее всего умрет. Так что оставляйте галочку на Makeup Objects. Нажимаете «Ок». Открываем Unreal Engine 5 и создаете новый проект. После создаете новый уровень. Теперь создаете новую папку, где будет находиться ваш мир, и переносите файлы RGBA.PNG в эту папку. Теперь нам нужно открыть эту текстуру. Как видите, она размыта. Исправим это. Ищем вкладку «Текстур» и открываем «Advanced». Нам нужно изменить фильтр на Nearest. Теперь текстуры четкие, но появились артефакты. Во вкладке «Compression» ставим галочку на «Editor Defer Compression». Закрываем это окно и нажимаем правой кнопкой мыши по текстурке. Создаем материал и открываем созданный материал. Как мы видим, материал непрозрачный. Чтобы это исправить, надо изменить режим нот материала. Нажимаем на ноты и изменяем «Blend Mode» на маске. Ставим галочку на «Two Sides» и соединяем «Alpha» с «Opacity Mask». Сохраняем и закрываем. Теперь переносим обжиг файл мира в эту папку. Ставим «Offset Rotation» на 90, а унифор «Scale» на 100. Во вкладке «Materials» меняем «Material Import» на «Import as Material Instance». Ниже выбираем наш новый созданный материал и жмем кнопку «Import». Теперь выделяем все файлы с сочетанием «Clash» и «Ctrl-A» и переносим в окно проекта. Видим, что все получилось, но при попытке побегать по карте, понимаем, что мы этого не можем сделать. Все дело в том, что мы еще не настроили коллизию и сейчас она в форме коробки. Чтобы это исправить, нужно открыть меш и удалить коллизию. На «Use Complex Collision As Simple», после чего мы видим, что коллизия теперь принимает форму объекта. К сожалению, я не знаю, как сразу для всех объектов настроить коллизию, поэтому придется вручную для каждого объекта проделать эту процедуру. Только не меняйте во входке коллизию что-нибудь, если есть объекты, в которых вам коллизия не нужна. Если вы снова видите эти артефакты, то просто откройте хайл текстур и снова включите этот пункт. После всей этой процедуры мы получаем полностью рабочий объект, но для чего все это нужно? Это вряд ли подойдет для какой-то своей игры, но чтобы сделать какой-то концепт, как будет выглядеть Майнкрафт через 10 лет, это самое то. Спасибо за просмотр, надеюсь я смог вам помочь. В благодарность приму подписку на мой YouTube и Telegram канал, лайк и комментарий. Снова спасибо и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok